Пишите внимательно, изучайте. Запомните, пост сухой предназначен для духовной практики. Сухой пост — это пост победы над судьбой. Во время сухого поста сжигается карма человека, если он подключает маленькую щеку. Сухой пост для тех, кто здоров, силён и имеет силу духовную также. Сухой пост предназначен для опытных в духовной жизни людей. Сухой пост — это не лечение, это духовная жизнь. Но сухой пост омолаживает человека при правильном соблюдении. Сухой пост подразумевает, что человек не испытывает голода во время поста. Если человек испытывает голод, и он постится на судьбе, это означает, что он разрушает здоровье. Для того, чтобы не испытывать голода, для этого нужно очень интенсивно думать о Боге. В это время заниматься духовной практикой. Когда человек очень сильно занят духовным служением, и соблюдает сухой пост, он испытывает огромное счастье в это время. И этот пост побеждает судьбу, и сжигает карму. Если человек испытывает голод, и недоумение, и довольство, в неё карма копится, она выходит наружу, и скапливается в тонком и дубом теле. После такого поста начинаются обосновения заболеваний. Я рекомендую сухой пост не всем, только с духовной сильным людям. Следующий вид поста – это пост с водой. Все вопросы после окончания беседы о поста. Иначе вы раздербанив эти темы не даете мне сосредоточиться. Следующий – это пост на воде. Когда вы поститесь на воде, надо пить всегда, когда хочется. Столько, сколько хочется. Не будь. Не надо себя отпихивать в воду. Это тоже неправильно. Вообще никогда в жизни не надо себя отпихивать в воду. Пейте, когда хочется, сколько хочется. То есть люди, которым вообще не хочется пить, или мало хочется пить. Надо просто периодически пить, но не надо пить больше, чем хочет, чем входит внутрь. Понятно? Есть люди, которым сильно хочется пить постоянно, потому что они жаркие и горячие. Таким людям надо пить, но понемножку. И надо перепиваться. Признак того, что вы перепиваетесь, если вы больше одного раза в ночь встаете в туалет. Один раз – это норма. Если больше двух, больше одного – значит, вы расходуете свой организм. Он изнашивается. Пост на воде предназначен для очищения организма. Пост на воде улучшает обмен веществ, влияет на шлаки в организме и очищает тонкие каналы. Вот это как раз тот пост, который омолаживает. Пост на воде омолаживает. Сухой пост тоже омолаживает, но это труднодоступный пост для многих людей. Пост на воде отчаянно омолаживает. Как поститься на воде? Надо вечером разгрузить себя по максимуму. Нужно дальше весь день поститься и на следующий день с утра только начать кушать. Ночью тоже можно пить воду. Если вам жарко, значит, нужно пить воду. Ночью, ночное время. Вы хотите из поста лучше очень легкими продуктами, которые у вас лучше всего перевариваются. На вскидку это продукты в благости. Чаще всего это... Это продукты в благости. То есть это бананы. Это авокадо. Это кокос. Это яблоки. Это шпинат, лист салата. Легкие, благостные продукты. Финики. Самые легкие продукты, я бы перечисляю на земле, которые будут. Сейчас мы их изучаем. Кто еще что добавил? Какие легкие продукты еще есть? А? Кунжут? Ну, вы еще не наешьте песню. Вы можете добавить. Кунжут легкий, но не наешьте. И проходить с поста вне смысла. Дальше. Гречка уже тяжелее. Молоко нелегкие продукты. Это влагостно, не нужно переваривать. Все молочные продукты нелегкие. Огурцы, можно огурцами выходить из поста. Это легкие продукты. А? Мех легкий продукт. Можно пить мед, прямо выходя из поста. Курага можно выходить из поста. Тушеная капуста нелегкие продукты. А воду вот с медом? А? Вода с медом. Вода с медом теплая, то горячая. Если вы пьете холодную воду с медом, это несовместимая смесь будет остановка пищеварения. Да? И мед лучше всего в прикуску есть. А, выпивать? Запивать, да. Вот я когда-же там вот, как-то, читал, что он уже на полную воду, там, соль, и лимонный сок. Значит, насчет соль и лимонный сок. Знаете, что многим людям не подходит соль. Есть разные виды соли. Есть черная соль, есть морская соль, есть обычная пищевая соль. Они все разные, по-разному действуют. Надо выбрать свою соль, а лимон тоже не всем подходит. Мне нужно, например, лимон не подходит. Если я лимон, буду с лимоном выхать без поста, то у меня что-нибудь замкнет. Воду выпивает? Есть разные кислые продукты. Есть тамарин, допустим. Воду выпивает, кислый вкус. Есть тамарин, дает кислый вкус. Есть кефир, есть лимон, есть чернослив, слива, какие-то ягоды кислые. У всех по-разному, понимаете? Не надо лимон возводить в рамках общего использования. Это продукт, который не всем подходит. Наш опыт показывает, что кому-то подходит корму термин. И не обязательно кислый с соленым вкусом выхать без поста. Не обязательно. Можно сладкий выхать. Слабкий вкус самый естественный и гармоничный. Он мягче всего действует. Кислый вкус означает очищение, продолжать очищение. Выходит без поста для того, чтобы очищать организм. Есть три вкуса, влияющие на кишечники. В кишечнике бывает только три куса. Первый вкус слабкий, который успокаивает кишечник, снимает воспаление. Второй вкус кислый, который тонизирует кишечник, стимулирует выход токсинов из организма. И третий вкус острый, который кишечник активизирует всасыванием и дает воспалительный процесс сегмента. Кислый вкус нужен, если вы хотите вывести шлаки из организма после поста. А если у вас все нормально, можете сладким вкусом начать. А теплая вода с лимоном, с сахаром сделать теплую воду? Можно с лимоном, с сахаром сделать теплую воду. Нет никаких ограничений. Нормально, да? Я знаю, что молоко с виньками есть. Молоко не легкий продукт, запомните. Только это тяжелый продукт. Нельзя выходить из поста. Если вам поститься тяжело морально, значит вы не должны поститься. Вы должны выбрать тот подпост, который вам не тяжело морально. Это, кстати, пока все, успокоились, вопросы закончились. Вы когда начинаете вопросы давать, у вас психика какая-то заправновесная. Вам кажется, что надо все это больше узнать. Все нормально, я вам основное все даю. Дальше экспериментируем. Неправильно выйти из поста, что-нибудь замкнем. Потом вы неправильно разомкнем. Экспериментируем. Вот. Двигаемся дальше. Следующий пост. Так, вымывание шлаков из организма, солей. Это пост на воде, да? Омолаживание организма. Самый простой, самый легкий пост, не требующий слишком большого образования, это пост на воде. Теперь к посту на воде мы присовокупим информацию о днях поста. В воскресенье постится тот человек, который в социуме не устроен, у него не хватает ответственности в жизни, он плохой муж, или женщина, который не переносит мужиков. Можно поститься в воскресенье. В воскресенье — это день ответственности, день внутренней силы, день обедов, день победы над своим характером. Пост в воскресенье предназначен для победных характеров и увлечения статусов в жизнь. Пост в воскресенье лечит костную систему, кровь, глаза, клубления. Следующий пост понедельник — это связано с солнцем. В плене солнца — планета солнца. Пост в воскресенье. Следующий пост понедельник — луна. связан с нарушением сна, напряжением ума, нарушением памяти, нарушением гормональных функций, успокоение и улучшение характера. Пост «Понедельник» предназначен для лечения головной боли, психических заболеваний, депрессии. Пост «Понедельник» связан с планетой Марс, лечит органы пищеварения, желудок, кишечник, печень, поджелудочную железу, связан с увеличением, укреплением боли, увеличением жизненной энергии человека, силы к победе, преодолению трудностей в жизни непреодолимой. Связан также с лечением мышечной системы, лечением половой системы мужчин, бесплодия, лечением у мужчин, половой, половой, пост «Повторник». Избавлением от гнева и насилия над другими людьми. Или насилие в ваш адресе. Пост «Повторник». Пост «Среду» связан с Меркурием предназначен для улучшения речи, гармонии с окружающим миром, улучшения гормональных функций, дисфункции внутренних органов, такие как аритмия, дисфункции желчеводящих протоков, для лечения гормональных органов, таких как щитовидная железа, поджелудочная железа, обочечники. Пост «Среду» предназначен для улучшения мышления, блокики. Для того, чтобы снять с себя напряжение от таких видов деятельности, как бизнес, бухгалтерии, меньшин. Взаимоотношения улучшить. Пост «Четверг», связан с планетой Юпитер, предназначен для стабилизации духовной жизни, укрепления веры, улучшения иммунитета, лечения психических заболеваний, выхода из депрессии, увеличения оптимизма в жизни. для того, чтобы лечить печень, для того, чтобы лечить иммунитет, жиробу ткани, для того, чтобы укрепить свою волю, ну, как бы духовную, не волю, а веру, решимость на духовном пути, улучшение отношений с духовным учителем, с наставниками, для удачи в жизни. Пост «Пятницу», связан с Венерой, предназначен для укрепления здоровья общего, увеличения счастья в жизни, для лечения кожи, для лечения почек, для лечения бесплодия у женщин, для лечения лишнего веса, также «Пятница», для улучшения доброты, нежности, характера, в характере. Правильно, для лечения щитовидной железы, также после «Пятницы», для улучшения женственности у женщин, и спокойствия у мужчин, пост «Субботу» предназначен, связан с «Сатурном», пост «Пятницу» с Венеры, дай я сказал? Нет. Пост «Субботу» с «Сатурном» связан, предназначен для преодоления непреодолимых трудностей, избавления от кюрьмы, сумы и всего, что связано с тяжелой жизнью, голода, нищеты, неизлечимых заболеваний, лечения в субботу, лечения нервной системы, психических заболеваний, лечения позвоночника, суставов, кишечника, лечения любых трудностей жизни, выработки терпения, терпения, есть еще посты на религиозные праздники, не предназначены для укрепления веры и связи с Богом, победы над судьбой. И есть посты в 11-й день восходящей луны и 11-й день нисходящей луны, а всего 14 таких дней. Это почти на исходе, да? Или когда луна валютим месяцем, когда она окончается, или когда луна валютим месяцем, когда она начинается. Наступает 11-й день. «Эка» означает «один», Даши означает 10, 11. Экаташи – 11 день. Этот пост в 11 день Луны происходит уникальное явление пространства. Все грехи выходят наружу. Еще этот день называется Днем Хари. Хари – это имя Господа, которое означает связь с Богом, веру. Это день веры или день связи с Богом. В этот день все грехи выходят наружу, и они входят в ум, а также в продукты, связанные с умственной деятельностью. И больше всего с умственной деятельностью связаны зерновые продукты, бобовые продукты. И поэтому в эти продукты входят грехи в этот день. Продукты в этот день лучше не есть, потому что грехи будут съедаться вместе с этим продуктом. Поэтому в Экаташи люди постятся или на суток, или любой вид поста выбирают, но никогда не едят зерновую, а тем более мясную пищу, которая даже не упоминается в перечне того, от чего надо поститься, потому что ведок для нормальных людей это не считается пищей мяса. Это просто уступка для наслаждения чувств нашей жизни. Не дает ни здоровья, ни счастья. Уже ученые, современные это тоже поняли, что мясо не здоровое пищи, оно не приносит здоровое пищевое. И все ученые говорят, современные диетологи, надо меньше мяса есть. Все диетологи, как один, говорят. Но тупые терапевты, которые сидят в поликлиниках и говорят то, что являются 50-летней давностью, как мы когда-нибудь учились в медицинской студии, и говорят, надо больше туда туда, до сих пор. И мучают народ, которые задают. Наносят время. Я не имел в виду, что все терапевты тупые, значит, я тоже тупой. Потому что я тоже себя тупым считать сложно. Но есть люди, которые изучают современные исследования, все современные геотологи мира так считают. Я это написал в диссертацию, это серьезно изучал. Даже есть исследования, которые показывают, что молоко на ночь это очень полезно, вечером. Часто это заплата сна, лучше всего. Если пищеварение сильное, можно и сразу перед сном пить. Я сразу пью, у меня все будет отлично, переварится в хороший столб. Я сильно пищевареную некоторое, и переварится сразу перед сном. В молоте существует такой гормон, называется мелатонин. Он успокаивает психику, он улучшает мышление, избавляет от стресса, гармонизирует функции организма. И поэтому он полезно, ученые считают. Я думаю, что это гораздо лучше. Итак, движемся вперед по колоду постов. Пост выкатыши предназначен для очищения сознания, преодоления трудностей, для духовной практики и укрепления веры. День Господа, 11-й день восходящей, несходящей луны, это день Господа в ведической культуре. Но это не отрицает того факта, что и днем Господа является любой духовный праздник серьезный, в который вы верите. Пусть у вас есть связь с Серафимом Саровским. День рождения Серафима Саровского — это ваш гост, ваш гост, это ваш день. Пост — это самое лучшее подношение святому человеку. Когда ты постишься его в день рождения, ты ему, конечно, самое большое подношение не делаешь, видя скрезы, которые ты совершил. Если, допустим, Иисус воскрес, это ваш гост, это ваш день, если вы верите в Иисус Христов. Когда родился пророк Магомед, это ваш гост. Если вы верите в пророк Магомед. Итак, движемся вперед. Следующий пост. Пост на кислых ягодах. Пост на кислых ягодах предназначен для очищения организма от шлаков и вывода проблем, связанных с нарушением углеводного отмена в организме. Это лишний вес, это различные нарушения отмена веществ. Ну, то есть, мы лечим нарушение отмена вещества, очищаем от шлаков организм. Постимся на ягодах летом, потому что ягоды охлаждают сильно организм, и пост на ягодах зимой может привести к болезням, к переохлаждению. Постимся на ягодах летом, загораем во время поста на ягодах и купаемся в море. То есть, ягоды, пост на ягодах предназначен для отдыха, купания, загорания и лечения отмена. А малина? Биваем сразу двух вегетарианских зайцев. Малина тоже кислая ягода, но она немножко другая цель имеет, я сейчас об этом скажу. Пост на сладких ягодах, таких как малина, крыжовник, больше имеет сладкий вкус. А какие у нас еще сладкие ягоды есть? Курника. Черешня, может быть, кислая больше, а не сладкая. Черника. Черная смородина. Дальше. Аркусы, это не ягоды. Это аркус. Это ягода, но у нас это не ягоды, это аркус. Как жена, это не женщина, это жена. Нет? Слива, да. Чернослив сладкая ягода, слива кислая. Дальше сладкая ягода, это инжир, финики, абрикосы, персики. А, это уже, стой, 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 это уже фрукты почти. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это отменяем, последнее отменяем. Все, что я сказал, это вычеркните. А инжир? Инжир, это фрукты. Черносим фрукты. Ягоды – это то, что растет не на деревьях. Запомнили, да? То, что не на деревьях – это ягоды, все остальное – фрукты. Ну, лишние исключения. Клубника на деревьях растет, есть такое клубничное дерево. В Сочи есть клубничное дерево. Правда, не знаю, что там за клубника вырастает, но я знаю, что есть клубничное дерево в Сочи. Финики – это фрукты, да. Все, что на деревьях – это фрукты. Ну, ладно, все. Движемся вперед. Пост на сладких ягодах предназначен для победы над депрессией, улучшения характера, улучшения гормональных функций. Он предназначен для выхода из тяжелых каких-то психических ситуаций в жизни. Пост на сладких ягодах предназначен для улучшения привлекательности у женщин и оптимизма мужчин. Если пост на кислых ягодах выводит энергию вниз, увеличивается гиурез, увеличивается кака, увеличивается фотоотделение, энергия вниз идет, то пост на сладких ягодах поднимает энергию вверх. Увеличивается духовная сила, увеличивается оптимизм, увеличивается, улучшается характер, человек активнее становится, жизнерадостнее у женщин. В щечки красота идет, наливается красотой все силой, оптимизмом, верой, радостью. Если у женщин красота в щечках, у мужчин радость и красота. У мужчин не радостный, он некрасивый. Женщины все-таки красивые должны и губки быть, а мужчин. И, увы, как без сомнения, вдруг коснется наших глаз хорошей настроения. И это пуская энергия, хорошее настроение. А в каком количестве? А? В каком количестве? Ягоды в каком количестве? Очень просто. Сколько хочешь. А вода? И вода тоже, сколько хочешь. Пост на ягодах не означает, что и без воды. Вода тоже есть. Но больше ничего в это время не надо есть, если вы не хотите, чтобы у вас в кишечнике произошла революция с громом. Можете даже взлететь потом. Турбо-двигатель может включиться. Взлететь можете даже. Страшная вещь. Только один вид ягоды. Не надо два ягода минус. Только один ягод. Можно делать морс из ягод. Да. То есть их толочь. И там есть специальные сейчас машины, которые со шкуркой перемарывают. И прямо пить вот этот вот морс там. Можно их просто есть. Когда вы просто идите больше силы получать. Когда вы пьете сок, то можно больше ягод съесть. Но они больше как бы не на психику действуют, а на обмен веществ. Слушайте меня. Не болтайте. Облепиха сладкая ягода. Энергия вверх. Облепиха можно. Как часто. Как можно хоть постоянно. Сидеть ягоды есть во время посты. Сидеть и есть. Сидеть и есть. Живать и постоянно. Часто очень можно. Непрерывно. А? Срок посты. Один день. Все посты один день. С утра начинаем. Вечером заканчиваем. А если два раза в неделю можно? Посты два раза в неделю можно. Пока не надо есть. Но лучше не на воде. А просто какие-то разгрузочные посты. А соблюдать определенные дни или менять дни? Можно менять дни. Можно соблюдать определенные дни. Это не как с женой. Понимаете? С постами все прочее. Спасибо. Вам вчера понравился спектакль? Очень. Вы знаете, что это новый жанр? Спектакль. Это мой заказ. Мы его будем дорабатывать. И я буду в главных лекциях уже спланированных в Москве. Я буду читать два с половиной часа лекцию. И потом после лекции завершением такое будет. Почему новый? Потому что больше никто не делает такой жанр в мире. Это не спектакль. Вы заметили, что это не спектакль? Это лекция. Это лекция в виде театра. Это другой вид совсем. Итак, движемся вперед. Пост на фрукты предназначен для укрепления психики. То есть это как сладкие ягоды. Но если ягоды всегда влияют на обмен веществ, то фрукты уже больше влияют не на организм, а на психику. Фрукты поднимают сильно уже энергию вверх. Потому что все, что связано с деревом имеет большую силу. Фрукты сильно поднимают энергию вверх. И они сильно увеличивают жизнерадостность, работоспособность, способность побеждать трудности, увеличивают активность психики, победу над депрессией. То есть это уже уход в психику. Если ягоды лечат тело, то фрукты лечат психику больше всего. Они тоже лечат тело, но в основном психику. Если вы хотите побеждать трудности в жизни, чтобы больше было радости в жизни, надо просто на фруктах делать. Опять же, фрукт один выбирайте. Какой, какой нравится. Избирайте. Нравится означает связь с умом. Нравится слово означает связь с умом. Не с телом. Бывает, что человеку что-то нравится, но тело от этого страдает. Это значит, что человеку этот продукт нужен для ума. Но если говорить о фруктах, это самые плавостные продукты на земле. Поэтому здесь нравится, и здоровье неразличны. Если вы на этом продукте поститесь. Пост на фруктах предназначен для улучшения характера. Если вам хочется работать над характером, поститесь на фрукт. Пост на каком-то одном овоще. Овощи делятся на три категории. Первое – это овощи, которые растут над землей. Пост на овощах, которые растут над землей. Типа кабачки, тыква, катиссоны, капуста. Типа кабачок предназначен для лечения нервной системы охлаждения организма. Когда человек горячий сильно, он охлаждается с помощью овощей, которые растут над землей. Для лечения белкового обмена, для лечения нервитов, любых заболеваний, связанных с нервной системой. Для лечения успокоения психики. Когда человек перевозбужден, он успокаивается с помощью поста на овощах, которые растут над землей. Для улучшения пищеварения в целом, то есть овощи, которые растут над землей, улучшают в целом пищеварение. Они очищают органы пищеварения, токсинов и восстанавливают пищеварительную систему всю. Пост на овощах, которые растут над землей, предназначен для восстановления жизненных сил. Особенно после поездки тяжелой в южные края, когда человек чувствует слабость после приезда. Можно сделать пост на овощах, которые растут над землей. А? Что? Огурцы, вот это. Огурцы, именно да, именно огурцы. Вот, значит, помидор. Запомните, посленовые все. Это не продукты для поста. Это продукты для чувственных наслаждений, и они не сильно много здоровья дают. Что относится к посленовым? Помидоры, картошка, баклажаны, перец болгарский. Это четыре вида продуктов, они не такие, как бы… Они активизируют чувство человека и улучшают настроение. Они хорошо пищу для настроения предназначены, но они не лечат человека. Это не лечебные продукты, понимаете? Не надо на них поститься, тем более. Они идут в чувство, в чувственную деятельность. Вот актерам хорошо есть помидоры, баклажаны, чтобы чувства спокойные были. Перец, чтобы чувства зажигательные были. Для активности чувств, чтобы цеплять сознание ваше, нужны эти продукты. Также хорошо добавляют на фестивале, чтобы чувства были активнее. Какая картошечка подкармена? Хорошо, потому что люди хорошие вокруг. А тут кто в хороших детей? Какая картошечка? Картошечка тоже хорошая, у нас все продумано. Все. Даже когда вы приходите к нам, чтобы нас отругать, у нас это тоже проблема. Знают, как вам ответить правильно. Мы изучаем это все очень серьезно. Редическая культура, она очень глубокая. Иногда мы отвечаем так, чтобы вы задумались, иногда чтобы вы были счастливы. Прямо весь веком. Да. Мы говорим о поставках сыровых продуктов сейчас. Потому что, когда вареные едите, это уже не пост. Вопрос питания. Можно поститься, допустим, на наших обедах точно так же. Движемся вперед. Пост на овощах, которые растут под землей. Это свекла, морковка, свекла, редька. Но вот с редькой и редиской будьте осторожны. Это вообще очень опасно. Лучше. Давайте ограничимся. Свекла. Репа тоже опасна. Свекла, морковь. Что у нас еще под землей такое, безобидное? Картошки не на картошке, не постимся, допустим, допустим, не постимся. А? Сверху. 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 Нет, все. Только сверху. 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 Нет, такого наугу нет. Только маркорд и свекла. Все. Больше никаких корней. Корни это опасная штука. Если вы будете один по сторонам лопать, то в концу дня у вас могут быть проблемы. Все, только два продукта, зеркла, морковь. Вот эти вот корни предназначены для активизации гормональных функций и преопобеданных бесплодиям. Такие посты предназначены для того, чтобы учить бесплодие. Когда человек ест корни, у него энергия идет вниз и зажигается огонь нижних центров психического. Посты на этих продуктах предназначены для лечения почек, лечения мочеполовой системы, для лечения кишечника. Энергия идет вниз и как-то там завязывается огонек. То есть начинается лечение, лечебная сила вылечить. Можно смешивать во время поста, разрешая слегку с морковью вместе. Делать профорту, который вам приятно. И можно пить соки овощные. Не обязательно только есть и клетчатку. Если вы идите в клетчатку, больше лечится кишечник, соки, больше идет психику и кровь. Лечение. Только в сыром виде. Только в сыром виде. Днем и ночью круглый год. Да? Нет. Постоять нормально. Чем больше стык, тем слабее. Если человек сильный, организм может сразу пить. Если слабый, чуть постоял, ослабел, попил. Чем сразу, тем больше травмы. Не солить, не сахарить. Лучше с сахаром можно чуть-чуть добавлять. Но только чуть-чуть. Если вы слишком много добавляете, то уже не пост. Вы не потеряете эффект поста. Потому что чистый продукт дает больше эффекта. Чем больше добавок, тем хуже эффект. А водой добавлять? Можно водой добавлять. Все, движемся вперед. Поняли пост на овощах для чего? Он же убирает жир из организма. Овощи, которые растут под землей, влияют на обмен веществ. Лечат жировую ткань. Худеем на них тоже так же. Эти посты дают возможность похудеть. То есть очищение от жира, то есть также лечение суставов. Лишний вес, суставы, жир. Все это пост на... Кстати, суставы и позвоночник также лечатся на овощах, которые растут над землей. Но по-другому. То есть это противовоспалительное лечение. Просто овощи над землей. А овощи под землей. Когда соли накапливаются в суставах, жир во всем теле, тогда мы на корнеплодах постимся. Которые находятся в вагости, действуют мягко на организме. Но в целом все корнеплоды довольно жесткие под действием. Поэтому будьте осторожны во время этого поста. Может быть перегрузки какие-то. Если вас перегружают, больше разбавляйте водой. И отстаиваться давайте и больше стоять то, что будете использовать. Лучше соки мягче действуют, чем свежий морковь свекла. Просто если кровь свеклы, допустим, резать свеклу зубами, то эффект тяжелее. То есть перегрузки. Следующий вид поста. Пост на зеленки. Зеленка, да, зеленка это шпинат, лист салата. Ну, есть зеленка, которая трудно переносима, а есть и холод. Самые мягкие и безобидные виды зелени, на которых можно поститься, это лист салата, китайская капуста, шпинат. А петрушка, укроп и все остальные вот эти вот сельдерей там, это все более сложно переносимо. Смешивать? Смешивать? Пробуйте, да, можно смешивать зелень. Любимый для вас в корпорции. Овощи? Овощи? Кстати, пост на овощах, которые над землей, огурцы я еще не добавил. Огурцы это особый продукт, он сильно охлаждает организм и лечит аллергию. Пост на огурцах лечит аллергические заболевания и есть лишний огонь в организме. Это такой особый продукт, какой-то важный для нашей. Такого много огня и такого аллергия там и так далее. А? Ну как? Ну вот все остальные виды травы, можете добавлять их в пост, но не надо только на них, на одних, они перегрузят вас в желудок. Пост на зелень предназначен для улучшения обмена веществ в целом. Решение, лечение ритма организма, там восстановление ритма кишечника, сердца, поджелудочной железы, желудочного пузыря, там и так далее. Все, что имеет ритм, полуорганы лечатся все с помощью зелени. Зелень лечит мышление, она лечит, улучшает память, улучшает речь. В целом восстанавливает обмен веществ, улучшает пищеварение, избавляет от шлаков органины. И на клеточном уровне также лечат клетки, зелень сильно влияет на клеточный обмен. Дальше, следующий вид поста – это пост на аркузах и дынях, предназначен для лечения водного обмена, лечения нервной системы, лечения почек. Очищает все на ней, обладает очищением организма, вымывает соль из организма этот пост и охлаждает организм. Поститься на дыне и аркузе также хорошо под солнцем, на море. Ну, то есть, хорошо одновременно сочетать купание, солнце, арбуз и дыня, но не вместе. И у тебя вместе арбуз с дыней есть, может произойти непоправимая вещь. Потом будете запихивать в кишечник назад. А? Что? Утром аркуз, вечером жилья дыню. Не надо так, не экспериментировать. Иногда нормально сойдет с рукой, иногда нет. А вечером дыню, это вообще классно, попробуй. Идете дыню вечером и потом. А два левой, а два правой. Да, любые шоу, братцы, и шоу. И то, что ветер в кишечнике, это путяк. Итак, дыню, дыню и арбузы лучше до шести вечера. Если вы хотите спокойно спать. Тем тем, кто ложится спать спокойно во сна. Осталось 15 минут до пожелания сообщества, до конца лекции. Значит, я хочу вас обрадовать. Дело в том, что у нас есть две лекции мои, на которых я буду только отвечать на вопрос. Все ваши вопросы по всем темам, кроме болезней, которая отвечает на вопросы Вячеслава Назаров индивидуально, один на один. Я буду отвечать на все эти темы – личная жизнь, воспитание, режим дня, общие вопросы по лечению. Все это я буду отвечать. Значит, мы с вами завтра продолжим с утра говорить о лечебных методиках разных. Я буду описывать разные методы, как они действуют, для каких болезней, выбрать какие методики лечения и так далее. Вас устраивает все? Да. Хорошо. Мне включили в розетку, но по электричеству не включили. Смотрю, у меня компьютер все время так гаснет. Умираю. 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 Вот видите, что надо было сделать. Спасибо. 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 Как вы думаете, что самое ценное останется с вами после фестиваля? Вдохновение упадет, вкус счастья забудется, знание а диск запылится, не само общение, а желание является самым ценным в человеческой судьбе. Если вы с этого фестиваля везете желание общаться с духовно развитыми людьми и на духовные темы общаться с людьми, дружиться на эту тему, ходить туда, где общаются на духовную тему, тогда то, что вы получили на фестивале, все это не растеряется. Если же вы этого не сделаете, а упретесь в свою работу и в личную жизнь, замкнетесь опять, то это означает невежество, это означает, что вы ничего ценного на фестивале не получили, и это означает, что вы все растеряете за год. Через год будете такими, какие были. Какой ты был, таким ты оставил. Но мы же этим. Это нормально, можно и так. Можно на одних клизмах жить. Но надо, чтобы кишечник заработал сам. Поэтому задумайтесь на это. Человек, который умеет молиться по утрам, теряет этот навык со времени, если он не общается со старшими. Человек, который имеет вдохновение, имеет очищение сознания, силу, имеет лекции в кармане многих-многих векторов, имеет веру в Бога, все эти люди все теряют, если они не общаются на эту тему. Все уничтожается полностью. Ничего не остается камня на камне. Я знаю многих людей, которые интенсивно занимаются духовной практикой, теряют отношения со старшими. До свидания, духовная жизнь через некоторое. Наступает тяжелый период в жизни, все рушится. Есть вектора, которые здесь лекции читали на этом фестивале. И у них все до свидания произошло из-за того, что они общались только с младшими. Они не общались с равными и со старшими в своей жизни. Общение является главной силой, которая поддерживает в человеке возможность развиваться и расти вверх. И запомните это. Очень важно. Поэтому сегодня будет необычный настрой. Будем повторять. Я желаю всем счастья, кланяться от святыни и думать о тех людях, которые сидят вокруг. Будем концентрироваться на том, чтобы у них все было хорошо. Я хочу вам служить. Я хочу вам служить. Я хочу вам служить. Мы так будем справиться сегодня. Потому что служить – это непросто. На это нужно копить силы всегда. У вас в целом больше сил служить, чем у меня. Когда вы видите меня, вы всегда кланяетесь мысленно, радуетесь мне. У меня не всегда на это силы, возможности и служить. Я стараюсь улыбнуться как-то из постели силы. Но я при этом восстановлюсь и я буду сильнее. Я тоже буду догонять вас. Вы сейчас копите силы, поэтому вас больше. Вы улыбаетесь, радуетесь. А мы им отдаем силы. Все преподаватели отдают. Поэтому вчера на концерте Володя Стрельцов сел такой вот рядом со мной. Вы что, нормально? Нормально. У меня всегда все нормально. Ну видно, что все устают. Мы вам отдаем свои силы. Все, что мы накопили, мы вам отдаем. А вы наполняйтесь. Вы наполняйтесь для того, чтобы отдавать. Не копайте. Вам придется отдавать тоже. Не думайте, что вы наполнись поехали и все, всех обманули. Вам придется отдавать. Иначе все это превратится в гордость. Если вы приедете домой и не будете служить другим, то все благочестие, которое вы накопили, превратится просто в гордость. Эта гордость приведет к тому, что вы будете брезговать своими родственниками, думать, что они хуже вас. Теперь вы возвышенные, а не изменные. Теперь вы чистые, а не падшие. Теперь вы классные, а не не классные. Понимаете? Это означает гордость. Когда человек получает действительно то, что накопил на фестивале, он улучшает со всеми свои отношения. Больше служит, больше терпит, больше прощает. А не больше кичится собой, длится на всех и делает чистый, возбужденный миг. Если вы приедете, будете служить, вы ничего не растеряете и никого не растеряете. Потому что может быть два эффекта после фестиваля. Первый эффект – улучшение отношений. Второй эффект – ухудшение отношений. Благость может действовать боякам. Если человек гордится собой. Ну как я могу теперь с этим дураком жить? Это означает гордость. То будет разрубка после фестиваля. А если человек смирение все ввел, он считает, что он главная проблема своей судьбы, то он наоборот всем пользу и счастье приносит. Усходили? Теперь мы энергию служения будем сейчас увеличивать в своей жизни с помощью пожелания всем счастья. Сели прямо? Продолжение следует...